С Нового года в России начали действовать новые тарифы ОСАГО, то есть обязательного страхования автогражданской ответственности. Диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц увеличен до 20%. Стаж и возраст водителя разделены, причем для опытных автомобилистов предусмотрена скидка, а для начинающих – удорожание, рассказывает сотрудник фирмы по предоставлению услуг автострахования Камила Джангишиева. То есть если брать в цифрах, было 3432-4118, сейчас же 2746-4942. С 1 сентября наблюдается изменение, то есть вот этот коэффициент территориального преимущества использования, коэффициент мощности, он будет исключаться из расчета стоимости страховой премии. На сегодняшний день, если владелец прописан в Москве, его страховая премия, например, зоополис в среднем, составляет около 10 тысяч, в то время, когда чек по Дагестану где-то в районе 4 тысяч. В дальнейшем это все будет искореняться и напрямую будет зависеть только от безаварийной езды, от стажа, от возраста. То есть вот эти основные будут критерии в дальнейшем. Множитель, возраст, стаж теперь разделен на 58 категорий вместо прежних четырех. Ранее система разделяла водителей до 23 лет и старше, а также со стажем до 3 и более лет. Ввиду этого коэффициента есть водители, у которых страховые премии будут ниже даже, чем до реформы. То есть есть категории водителей, у которых возраст старше 59 лет и стаж свыше 14 лет. Вот как раз это те водители, которые попадают под ту категорию наиболее благоприятных. То есть они менее убыточные для страховых компаний, соответственно для них страховые премии за страховые полисы наименее низкие. Раньше особого значения этому не придавали. То есть да, если не было у водителя стажа, мы предлагали клиенту оформить страховой полис без ограничений. В этом случае он избегал чрезмерной выплаты, скажем так. Сейчас действительно, если водитель более юный, молодой, в этом случае выплата в больших количествах, в большой сумме, она неизбежна, к сожалению. По словам Камилы Дженгишиевой, число желающих оформить страхование с каждым днем растет. Это связано не только с желанием обеспечить защиту автомобиля от любых рисков, но и избежать проблем с полицией, поскольку владелец незастрахованного автомобиля подвергается административному штрафу. Продолжение следует... Продолжение следует... Как раз-таки страховщики столкнулись с такой проблемой, индивидуально сейчас рассчитывается для каждого автолюбителя. В то время, когда раньше у нас был индивидуальный расчет, то есть мы могли, например, брать Ладу Гранду с мощностью двигателя 87 лошадиных сил и годом выпуска 2014 года. Была какая-то фиксированная сумма. Сейчас это все уже сошло на нет и индивидуально рассчитывается на каждого водителя. То есть таким образом небольшие трудности у нас есть. Но я думаю, в дальнейшем мы с этим справимся и уже какую-то общую форму выведем. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...